Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вера Рыклина, я координатор дискуссионной программы Сахаровского центра. Я рада приветствовать вас сегодня в этом зале. Сегодня мы проводим лекцию вместе с нашим новым, я надеюсь, партнер станет постоянным, Курилкой Гутенберга. Я благодарю организаторов и передаю слово журналисту Наталье Болтянской. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня здесь. И говорить мы с вами будем про то, как послевоенная Америка разбиралась с проблемами прав человека. Собственно, сама тема связана с главным для меня вопросом. До какой степени действия американских, в частности, законодателей были действиями холодной войны, а до какой степени это было то, что называется бонофиды, честной попыткой побороться за права человека. И, собственно, эволюция этих действий, она происходила от действий, которые многие эксперты считают действиями абсолютно сопоставимыми с тем, что делала советская власть в этот период, к действиям, которые действительно можно, так сказать, перед которыми можно снять шляпу. Я говорю о том явлении, которое называлось маккартизм в Америке. Вот я буквально сегодня с утра перечитывала, возможно, кто-то из вас читал книгу «Энн Эпплбаум, ГУЛАГ», в которой она пишет, что самую скверную услугу антикоммунизму оказал сенатор Джозеф Маккарти, который своей борьбой с коммунизмом, в общем, ну это была действительно реальная охота на ведьм, потому что абсолютно можно себе представить, что Соединенные Штаты Америки после военного периода весьма и весьма себе боялись коммунизма. Но те акции, которые проводили в рамках этой борьбы с коммунизмом представители эстеблишмента под предводительством Маккарти, они, конечно, запредельны. Там были и аресты, и потери работы, и черные списки, и национал-предатели, в общем, все, к чему мы привыкли. А, собственно, одна из идей, которую я бы хотела вам, что называется, обрисовать, это идея еще одной эволюции, это эволюции движения по поддержке борьбы за права человека в Советском Союзе от первых персональных акций, так сказать, не могу молчать, до законодательных актов. Итак, сначала я вам расскажу, собственно, как это все... Нет, я сначала расскажу вам, до какой степени это с моей точки зрения актуально. Дело в том, что в рамках одного из постулатов Декларации прав человека, которая получила достаточно широкое распространение после Второй мировой войны, люди имеют право искать и получать убежище от преследования. И согласно нормальным человеческим устремлениям, люди, которые ищут это убежище, они ищут его в странах с высоким экономическим уровнем. Дальше происходит следующее. В странах с высоким экономическим уровнем частенько происходит такое явление, как то, что массовое количество мигрантов, массовое количество беженцев, оно в известной степени ущемляет права, что называется, аборигенов этих стран. И в итоге, да, политики, естественно, начинают использовать эту непростую ситуацию в своих целях, и получается такая штука, что права человека оказываются в загоне со всех сторон. И, собственно, проблема, которая на сегодняшний день стоит достаточно острая, это найти баланс между тем, что кому-то надо получить эти права, а кому-то надо сохранить эти права. На сегодняшний день, вот, собственно, тут диаграмма, существует несколько способов экспорта прав человека, и каждый из них имеет свои определенные недостатки. Первый способ – это введение государством А войск на территорию государства Б. Классический пример – это, например, введение войск в 68-м году на территорию Чехословакии. Причем кто-то из вас, кто более-менее изучал историю, скажет мне, а, мол, нет, это было сделано для того, чтобы сохранить социализм. Ничего такого подобного. Дело в том, что было пять членов Центрального комитета Компартии Чехословакии, которые написали формальное письмо Леониду Ильичу Брежневу с просьбой, мол, спасите нашу демократию от изысков и от устремлений мирового империализма. Я сейчас попробую вспомнить их имена, но какие-то я помню. Индра, Билик, Швестка, Копик и Кальмар, по-моему. Возможно, я ошибаюсь в транскрипции имен. Так вот, в результате этого письма де Юре были введены войска. Каковы, собственно, недостатки этого первого способа? Ну, во-первых, в первую голову это кровопролитие, возможность кровопролития, которая связана и с сопротивлением, и с массовыми беспорядками. Ну, я думаю, что вы все себе это представляете. Второй недостаток – это, собственно, нарушение международных принципов мирного сосуществования. И, наконец, третий недостаток этого способа – это то, что государство-агрессор, в кавычках, могут обвинить в том, что оно преследует свои собственные экономические и или политические цели. Второй метод экспорта прав человека – это прием государством А беженцев из государства Б. Это то, что мы сейчас видим в Европе. И этот способ имеет следующие недостатки. Иногда, как я уже сказала, нарушает свободы собственных граждан. И, кроме того, существует опасность деструктивного поведения беженцев. Опять же, то, что сегодня Европа наблюдает вполне себе в больших количествах. Третий способ – это финансовая и иная поддержка государством А, сопротивление в государстве Б. Ну, с точки зрения того государства, на территорию которого экспортируются вот эти возможности, это де-факто вмешательство во внутренние дела. И, собственно, Советский Союз, когда, в частности, американцы и другие иностранцы поддерживали правозащитную борьбу на территории СССР, они так и заявляли, что это, мол, вмешательство в наши внутренние дела. Кроме того, возможна негативная реакция властей государства Б и возможны репрессии против активистов сопротивления. Ну и, наконец, если уж очень сильная поддержка сопротивления, то, возможно, гражданская война. И, наконец, четвертый способ – это оказание экономической поддержки государством А, государству Б в зависимости от соблюдения прав человека. Классический пример – это поправка Джексона Ванника. Мы будем давать вам режим экономического благоприятствования, если вы не будете препятствовать, в частности, свободе иммиграции. Каковы недостатки этого способа? Их, собственно, два. Первое – это может быть реально невыгодно государству, которое так себя ведет. И известно, что когда принималась и одобрялась поправка Джексона Ванника, то было огромное количество недовольных. Это были те предприниматели, которым это было действительно реально невыгодно. И, наконец, второй способ, что мы сейчас успешно наблюдаем в плане санкций – выгодоприобретатели вполне себе находят методы обходить эти санкции с тем, чтобы продолжать свой бизнес. И, кстати говоря, я в документах библиотеки Конгресса нашла очень большое количество подтверждений тому, что поправка Джексона Ванника также обходилась с помощью таких же хитрых предпринимателей, которые хотели соблюсти собственную выгоду. Следующий пункт, который я хотела вам продемонстрировать – это вообще с чего началась моя история романа с американской поддержкой правозащитного движения в Советском Союзе. Когда я снимала сериал, это был документальный сериал, он лежит в открытом доступе, он называется «Параллели события люди». Это сериал, посвященный истории диссидентского движения. И вот у меня была такая серия, которая называется «Добровольцы», и она посвящена тем иностранцам, которые в разные годы приезжали в Советский Союз для того, чтобы как-то заявить свою поддержку правозащитному движению. Один из них, вот слева вы его видите на картинке, его зовут Антон Пайпе или Антон Пипе в «Хронике текущих событий номер 45». Это человек, который в 1976 году приехал в Ленинград из Бельгии. И приехал он, имея с собой 1200 листовок, причем замечательно совершенно говорил, что было, говорит, у меня их 1200, а ментам я сказал, что 2000, и четыре дня они искали все остальные. Так вот, этот человек, он был единственный из восьмерых, кто приезжал, ну, нет, там на самом деле было больше, чем 8. Короче, из всех, кто приезжал с 68 по 77 год в Советский Союз с идеей поддержать права человека, Антон Пайпе был единственным человеком, который доехал до мордовских лагерей. И когда он давал мне интервью, он сказал, что с ним в мордовских лагерях сидело довольно большое количество иностранцев в 77 году. Меня это очень заинтересовало. И я решила понять, что это были, кто это были за иностранцы. Я обратилась к эксперту, которого наверняка вы знаете, этого эксперта зовут Александр Юльевич Даниэль, спросила, какие иностранцы могли в 77 году сидеть в Мордовии. Он мне в ответ на это дал посмотреть информационную базу, которая охватывает всех сидельцев мордовских лагерей в период с 40-х годов по начало 90-х. И я эту базу, это огромная таблица такая, я эту базу изучала. И надо сказать, что никаких иностранцев, которые сидели за политику в период одновременно с Пайпе, я не нашла. Но зато я нашла там людей, которые меня просто потрясли. Вот один из них, справа указаны его анкетные данные, его зовут Эндрю Вильям Вердин. И про него известно следующее. Год рождения 1926-й, гражданство США, национальность индеец, был арестован в Берлине в 52-м году за пересечение демаркационной линии и антисоветскую агитацию. Срок 25 лет. Правда, в 54-м году он был отправлен на родину, но меня, безусловно, заинтересовала судьба этого человека. И я позвонила тому же Даниэлю спросить, что это такое, как это может быть. И он примерно мне восстановил картину, которая, судя по всему, выглядела так. Этот человек действительно служил в оккупационных войсках, в американских, и пошел, простите, на свидание с девушкой. Был пойман советским патрулем и на какие-то вопросы просто объяснил этому патрулю, где он их видел. Он действительно получил 25 лет. Я сейчас, вот уже второй месяц, я его пытаюсь найти в Соединенных Штатах и думаю, что если он жив, а даже если и не жив, я его отыщу. И, собственно, благодаря этому Эндрю Вильяму Вердину я стала, собственно, заниматься тем, а кто это, кто такие вообще были американцы, кто мог сидеть в советских лагерях. И я выяснила, что достаточно большое количество их было в период перед войной и после Второй мировой войны. Один из самых известных людей, вот если вы посмотрите на нижний левый слайд, это Томас Говио. Это художник, американец итальянского происхождения, который сел на очень приличный срок и оставил после себя огромное количество рисунков, графических работ о том, как, собственно, выглядел ГУЛАГ. Но вообще поговорить о том, как эти люди попадали в Советский Союз, а потом в ГУЛАГ, это тоже достаточно интересная тема. И сейчас я вам вкратце об этом расскажу. То есть, собственно, кто это такие были? Это были, а, иммигранты Великой Депрессии. Собственно, в конце 20-х годов, в начале 30-х годов, если я не ошибаюсь, это был 31-й год, советская организация АМТОРК вывесила вакансии. И эти вакансии были для специалистов как высокого уровня, так и более низкого уровня. А это период, о котором пишут, что люди ночевали в коксовых печах. И многие американцы... То есть конкурс среди подававших на возможность работы в Советском Союзе был порядка 25 человек на место. И эти люди рвались поехать в Советский Союз. Среди них было небольшое количество идейных левых, которые ехали строить мировой социализм, но основная масса все-таки была абсолютно экономических эмигрантов, которые бежали для того, чтобы найти лучшую жизнь. Для тех, кого заинтересовала тема, очень рекомендую купить в интернете книжку Тима Цулиадиса, которая в оригинале называется Forsaken, или покинутые, брошенные в русском переводе. Так вот, он, кстати, описывает в этой книге, что многие из эмигрантов, они, садясь на борт этого теплохода, они буквально рвали и выбрасывали свои американские паспорта, потому что они твердо верили, что едут к лучшей жизни. А дальше происходила печальная действительность. Когда они приезжали в Советский Союз, они поначалу получали весьма выгодные предложения, но очень быстро их ставили перед альтернативой. Либо вы все это теряете, либо вы принимаете советское гражданство. После того, как они принимали советское гражданство, их риски были теми же, что и у прочих советских граждан, кто-то из них садился в лагеря, и тут возникает мой вопрос, с которым я теребила и членов Конгресса, собственно, а что себе думало американское правительство. Американское правительство себе думало по-разному. Вот, например, я разговаривала с весьма известной среди телезрителей в прошлом, ведущей Еленой Хангой, которая рассказала, что когда у ее бабушки родилась ее мать, то первый американский посол Уильям Буллит написал письмо в Госдепартамент о том, что где-то там, не помню, где уж это все случилось, где-то в Узбекистане появилась на свет американская гражданка. С одной стороны. С другой стороны, второй американский посол в Советском Союзе, Дэвис, о нем очень много пишут, что это был человек, где-то, наверное, процентов на 70, очарованной советской действительностью, а процентов на 20 он очень успешно, скажем так, сотрудничал с советскими комиссионками и просто не хотел, возможно, привлекать внимание к собственной... Это не была запрещенная деятельность, просто он вывозил огромное количество очень интересных предметов, и я ни в одном американском музее эти предметы видела, вывезенные. Был, кроме того, еще один посол Стэнли, это был посол с 1942 по 1943 год, который публично осудил замалчивание Ленд-Лиза, но даже в тех случаях, когда они задавали какие-то вопросы о тех гражданах, американских гражданах, которые пропадали в Советском Союзе, большей частью они ответов не получали, и в книге все той же Эн Эпплбаум ГУЛАГ описывается, что частенько Госдеп, особенно после войны, посылал запросы, а ответов на них не получал. Дальше я вам расскажу немножечко о людях, которые так или иначе были фигурантами этих дел. Вот слева Джон Ноу был не очень хороший снимок. Это вообще очень несчастный человек. Его родственники имели немецкое происхождение. Он, собственно, уехал вместе со своими родителями. Ему было, по-моему, 16 лет. Отсидел в ГУЛАГе. Потом через долгое время он вернулся в Америку и даже пытался как-то восстановить справедливость, что, мол, как же вы могли туда послать. Кстати, я задавала этот вопрос американцам. Ребята, а как реагировали вообще американские чиновники на то, что их граждане собирались ехать в Советский Союз? Мне без подтверждения документального сказали, что в некоторых случаях, когда эти люди брали вот то, что у нас сегодня называется загранпаспорт, им говорили, ребят, не надо этого делать. Ну, кроме того, понятно, что американские дипломаты, дипломатические отношения между Советским Союзом и Америкой были установлены в 1934 году, и американские дипломаты просто не хотели портить отношения с таким трудом налаженные. Вот, и еще один такой фактор, вот особенно в этом плане указывают американские источники на Дэвиса, второго посла, им, по слухам, было просто все равно. Еще один такой человек, это Вальтер Чизек, это был пастор, вот второй снимок слева, это был пастор, который приехал окормлять паству советскую, сел очень прилично, и в итоге освобожден он был в начале 60-х годов, то есть человек отсидел очень большой срок. Вот, и еще один человек, которого я бы хотела о котором немножко рассказать, это Александр Долган, Долгун или Долгин. Он был сыном американского гражданина, который маленьким ребенком приехал в Советский Союз, и в 1948, если я не ошибаюсь, году, он был арестован, будучи сотрудником американского посольства. Это был человек, который прошел сухановские пыточные тюрьмы, человек, которого очень жестоко и жестко били, и ему повезло в том плане, что его старшая сестра, она вышла замуж примерно в середине 40-х годов за англичанина, выехала из Советского Союза, и только благодаря ей его удалось выгрызть через много-много лет из советских лагерей. Еще один человек, это Виктор Херман, это был известный очень парашютист, он осуществлял огромное количество высотных красивых прыжков, и тоже сел, и тоже, так сказать, все было не слава богу, в 1982 году, по-моему, ему удалось уехать. Ну, а первым из них был, вот он внизу, его не очень хорошо видно, «Ловит Хьюи Форт Уайтман». Это был черный человек, который приехал в Советский Союз в 30-е годы, и, естественно, если помните этот самый фильм «Цирк», его сначала воспринимали как нашего черного брата, в итоге после убийства Кирова его посадили, и он умер просто по болезни в одном из, по-моему, уральских лагерей. Так что, в общем, их было достаточно много. В 1948 году была принята Декларация прав человека в разработке и подготовке которой принимала горячее участие слева в виде вдова президента Рузвельта Элеонор. Со стороны Советского Союза ее разрабатывал и дебатировал, дискутировал, обсуждал Андрей Януарьевич Вышинский, и надо сказать, что очень многие постулаты этой декларации не получили поддержки у Советского Союза, и она не была подписана. Значит, в чем была суть разногласий? Значит, согласно западным установкам, наличие прав человека, эти права существуют сами по себе, они никак не связаны с государством, и, собственно, их осуществление ровно поэтому никак не зависит, ну, не должно зависеть от государства. Кроме того, в этой декларации были свободы, которые жестко ограничивала советская власть, в частности, свобода на эмиграцию. Теперь, что по этому поводу говорила советская власть устами Андрея Януарьевича Вышинского, про которого, может быть, вы знаете, что он был и прокурором, и был, что называется, архитектором очень многих громких дел судебных советской власти. Он говорил о том, что права и свободы должно обеспечивать государство, что, как получается, фактически вставит эти права и свободы в зависимость от государства. Кроме того, естественно, ни свобода прессы, ни свобода собрания, ни свобода эмиграции не входила в тот перечень свобод, которые Советский Союз готов был дать своим гражданам. И, кроме того, хочу вам обязательно отметить, что эти пункты декларации, они вообще не были известны в Советском Союзе. Ну и, собственно, начиная с 1948 года, постулаты декларации прав человека становятся достаточно актуальной темой. Это и тема обсуждения, и тема, в известной степени, торговли между, в частности, Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, и многократные темы для взаимных обвинений. Теперь я расскажу немножко о пионерах. Вот самым главным пионером, самым главным, что называется, инициатором, был человек по имени Джордж Фрост Кеннон. Он был дипломатом, и он был дипломатом, который был в один прекрасный момент признан персоной нон-грата. Человек прожил большую жизнь, он прожил 101 год, и начал эту свою политическую жизнь в связи с того, что в 1946 году, будучи поверенным в американском посольстве в Советском Союзе, он написал так называемую долгую телеграмму в Государственный департамент, в которой сделал весьма нелестные выводы о том, что такое, что из себя представляют недавние союзники американцев по Второй мировой войне, и заговорил о необходимости политики сдерживания. Говорил он о том, что существуют некие особенности советского мировоззрения после Второй мировой войны, ведь, как известно, Советскому Союзу была на откуп отдана Восточная Европа, и было это сделано из множества соображений. Кроме того, Кеннон говорит о том, что вся советская пропаганда в своей массе это явление, которое может и должно быть преодолено, и единственная опасность, которую он видит в этом плане, это опасность уподобиться, собственно, тем, против кого мы пропагандируем. В 1900, я уже сказала, что он был автором политики сдерживания, суть которой сводилась к тому, что мы не давим на СССР, но мы достаточно твердо придерживаемся всех постулатов, которые привычны, так сказать, Америке. В 1948 году он начинает практически своего рода Mein Kampf, это называется Political Warfare, и это идея о том, что для того, чтобы противостоять как-то разрастающемуся влиянию Советского Союза, нужно использовать в частности иммигрантов. С точки зрения сегодняшней политики и с точки зрения взгляда, ретроспективного взгляда назад, нельзя сказать, что это была самая удачная идея, потому что иммигранты после военного периода из Советского Союза были весьма разрознены, придерживались вполне себе разных мировоззрений, и рассматривать их как такую вот авангард пятой колонны, ставлю это в большие кавычки, в общем-то, было нельзя. Но далее говорил он о том, что нужно помогать и нужно очень внимательно следить за теми странами, в которых на сегодняшний день еще есть свобода, но в которые стремится так или иначе проникнуть Советский Союз. Ведь коммунистические партии в послевоенной Европе, они достаточно большое влияние получили, и Америка этого боялась. Впрочем, надо сказать честно, что Америка и собственных коммунистов боялась, в общем-то, достаточно серьезно. Надо сказать, что у Кеннона были помимо, что называется, мегапроектов, были еще и медиапроекты, один из которых, собственно, обе радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа» были созданы при прямом участии, при прямой поддержке Джорджа Фроста Кеннона. Радио «Свободная Европа», которая вышла в эфир в 1950 году, это было радио, направленное на страны Восточной Европы. Радио «Свобода» на тот момент освобождения появилось в 1953 году и, надо сказать, что мне, я еще успела познакомиться с одним из тех, кто помнит, как это начиналось. Это был совершенно замечательный журналист, его звали Джин Сосин, пару лет назад он умер, он работал и на «Голосе Америки», и на «Радио Свобода». Это был очень маленький человек, который свое англоязычное интервью мне перемежал антисоветскими анекдотами по-русски. Надо сказать, что впечатление было колдовское. И, в частности, он рассказывал, например, о том, что он очень хорошо помнит, как готовился первый выпуск «Радио Свобода». Они вышли в эфир в начале марта 1953 года. Что у нас происходило в начале марта 1953 года? Молодцы. Так вот, Сталин еще не помер, но уже готовился. И Джин рассказывает о том, что я, говорит, придумал такую классную идею, что у нас будет тикать метроном, и все время голос будет повторять. Время Сталина подходит к концу. Время Сталина подходит к концу. Тут сторонники Реальполитик из руководства Радио Свобода сильно испугались и сказали, нет, 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 он долгожитель, он ест йогурт. И вот это все в эфир не вышло, хотя Сталин помер буквально через два дня. Так вот, собственно, почему надо особенно отметить радиостанции, такие как освобождение на тот момент и свободная Европа. Дело в том, что было достаточно большое количество самых разных иностранных радиостанций, которые вещали на русском языке. И с моей точки зрения они все делятся на три категории. Первая категория это такие радиостанции, как, например, Голос Америки или BBC. Это честные радиостанции, которые хотят рассказать советским слушателям о том, что происходит в их странах. Другое дело, что их достаточно быстро начинают воспринимать как политических бродкастеров и начинают их глушить. Но изначально цели их были вполне честные. И более того, известно, что, например, BBC вполне всерьез вело переговоры с Советским Союзом о том, чтобы вещать на русском языке, потому что в свое время речь Черчилля в начале Второй мировой войны о том, что мы будем помогать Советскому Союзу, перевели на русский язык, транслировали по гостелерадио и вообще мир, дружба и полное союзничество. Так вот, первая категория это, так скажем, радиостанции, которые на деньги своих спонсоров, в основном государственных, стремятся рассказать о том, как выглядит жизнь в их стране. Вторая категория это такие радиостанции, как, например, радио Ватикана или, например, радио Колес Раэль, которая возникла вообще в 50-е годы. Это радиостанции, которые направлены на определенные группы советского населения. Ну, радио Ватикана, понятно, на католиков, радио Колес Раэль на евреев, которые хотят оставаться евреями, и их тоже глушили. Кстати говоря, довольно интересная история глушения этих радиостанций, как это, собственно, начиналось. Кто-нибудь знает, почему начали глушить вражеские голоса? История довольно детективна. В 1948 году, то есть уже начал вещать голос Америки, советское посольство переезжает из Нью-Йорка в Вашингтон. И когда они переезжают, они переезжают не без потерь, они теряют в процессе этого переезда двух сотрудников. Один из них пропадает, явно понятно, что человек готовил свой побег, и там семья заранее куда-то уехала. А второй персонаж, это дама средних лет, которую зовут Оксана Степановна Касьенкина. Мне про нее рассказал журналист радио «Свобода» Владимир Тольц. И дальше, с ней вообще все очень плохо. Ей 52 года. То есть она не комсомолка, не спортсменка, и не красавица. Она вообще учительница химии в посольстве. Она тоже пропадает, но она пропадает не бесследно. Она через короткое очень время появляется на ферме у Александра Львовной Толстой и говорит, что я с этими коммунистами на одном конституционном поле ничего делать не сяду. После чего эти самые коммунисты ее изымают с фермы Александра Львовной, и дальше она выходит на пресс-конференцию сказать, что бес попутал, товарищ, простите, пожалуйста. Но выходит она на эту конференцию практически полностью неадекватная, и есть такая легенда о том, что один из сотрудников советского посольства в больших погонах вывел ее за дверь и дал ей по физиономии. После чего Оксана Степановна подходит к окну и прыгает из окна. Это второй этаж, поэтому с ней ничего очень серьезного не происходит, но уже в госпитале, куда она попадает по эмердженции, по скорой помощи, она окончательно приходит к выводу, что с Советским Союзом все-таки ей не по пути. А теперь представьте себе товарища Сталина, которому каждый божий день на стол кладут донесения про эту чертову Касьенкину. И на каком-то из этих донесения он говорит, все, я не хочу больше про эту заразу слышать. И тут начинают глушить, потому что по некоторым сведениям, например, в Узбекистане, в Чайханах вполне себе свободно можно было в 46-м каком-то году услышать голос Америки. Вот вы представьте себе узбекских декхан, которые держат в руках эту пиалу с чаем зеленым и слушают голос Америки из Нью-Йорка. Очень симпатично. Так вот Кеннон. Собственно, теперь я подхожу к статистике и стилистике таких радиостанций, как радио «Свобода» и «Свободная Европа». Это были четко радиостанции, имевшие политическую цель. Их основная цель была то, что называется заместить домашнее вещание, то есть дать гражданам Советского Союза и или Восточной Европы те сведения, которые от них утаивали их собственные правители, их собственные медиа. Я слышала не вполне проверенную историю о том, что когда всерьез рассматривался вопрос о том, что у нас может быть будет ядерная война, то товарищ Сталин и подведомственные ему медиа очень усердно напирали на то, что, мол, Америка будет первой. И обе радиостанции якобы были созданы для того, чтобы сказать слушателям Восточной Европы и в Советском Союзе, ребята, это неправда. Это неправда. Ну, это, собственно, что касается медийного вещания. А теперь еще одна программа, о которой надо сказать отдельно, потому что о ней мало кто знает. Собственно, первопроходец всей этой темы, я надеюсь, что в ближайшее время выйдет книга журналиста радио Свобода Ивана Никитича Толстого. Каждый из этих проектов, который ставил свои задачи действительно рассказать советским или восточноевропейским слушателям о том, что происходит в их странах, каждый из этих проектов имел свои книжные программы. Итак, для начала книжная программа Восточной Европы, она называлась «Печать свободной Европы». С чего они начали? Они начали с того, что они собрали определенное количество воздушных шаров, загрузили на них листовки и послали их в Восточную Европу. Какие-то эти шары роняли свой груз, их подбирали и честные бюргеры сдавали их в полицию. Потом прошла информация, уж не знаю, насколько это правда, что, мол, эти шары препятствуют движению воздушного транспорта и все это дело прекратилось. А кроме того, печать свободной Европы, она способствовала засылке в страны Восточной Европы некой книжной продукции. Примерно по этому же принципу создавалась и так называемая корпорация «Бетфорд», издательская компания «Бетфорд», которая работала исключительно на Советский Союз. У них были свои отдельные вызовы. Дело в том, что в отличие от граждан Восточной Европы наши с вами соотечественники по части языков были не очень. Поэтому нужно было давать либо броскую книжную продукцию такой альбомного характера, либо переводить на русский язык. Итак, что делала корпорация «Бетфорд» одним из бессменных руководителей, который был покойный Исаак Патч. Первое, что они делали, они закупали у западных издательств красивые альбомы, красивые каталоги моды, там афиши каких-то публичных мероприятий. И иногда с помощью дипломатов, иногда с помощью международных выставок как-то стремились их донести до советских граждан. Кроме того, они финансировали русские переводы западных политических, исторических и прочих бестселлеров. Причем делали они это иногда явно, иногда не явно. Вообще, корпорация «Бетфорд» отнюдь не стремилась поставить свой копирайт на всех изданиях, которые производились с ее помощью. И когда я про это услышала, я написала письма. Я написала письмо одной из хозяек Ардиса, Эленда и Профер, я написала письмо Наталье Дмитриевне Солженицыной, я написала письмо американскому издателю Эдварду Клайну. И каждого из них я спросила, в каких отношениях вы были с корпорацией «Бетфорд». Каждый из них мне четко сказал, что ни в каких. Я думаю, что это в известной степени лукавство, но возможно, это такое, как бы сказать, добросовестное заблуждение. Потому что, вот представьте себе, что вы американский русскоязычный издатель. И прихожу к вам я и говорю вам, «У меня за плечами ЦРУ или нет». Это нормально, это понятно. Ну и кроме всего прочего, корпорация «Бетфорд» занималась дистрибьюцией всего вышеперечисленного. Известно, что в крупных столицах мира были такие, как бы сказать, полуподпольные книжные магазины. И в этих книжных магазинах было большое количество литературы. Известно, что некие особо активные деятели, они, что называется, подлавливали советские корабли, которые заходили в крупные порты и всучали морякам литературу, там кто брал, кто не брал, неизвестно. Но, кстати говоря, для спекулянтов 60-х, 70-х годов все эти издания были вполне себе серьезным источником дохода. Так что, в общем, были проекты, как выражаясь современным языком электронных медиа, так и книжные программы. Ну, теперь я расскажу о том, как выглядела законодательная общественная деятельность в 58-60-м годах. Собственно, все начиналось с такого акта, который называется «Акт Смута Хоули». Это был акт, который, в принципе, довольно скучно рассказывал о торговых пошлинах. Но, там был вполне себе правозащитный пункт, который говорил о том, что нельзя покупать товары, не стоит американцам покупать товары, которые произведены с использованием рабского труда. И в первый раз этот пункт получил развитие, когда в конце 30-х годов выяснилось, что лес валить у нас в основном этим занимаются заключенные. И тогда был порушен большой серьезный контракт по лесу, Советский Союз страшно хлопотал и страшно был недоволен. Потом была война и было союзничество, вроде бы как все это дело поутихло, а уже после войны в 50-м году бомба, потому что проходит информация о том, что крабы, крабовое мясо, которое с таким успехом покупают американцы и другие иностранцы, они производятся японскими военнопленными. И тоже рушится контракт, очень возмущаются советские граждане, но тем не менее, вот это так, что нельзя покупать продукты рабского труда, он работает. Кроме того, проблемы Восточной Европы в разных формах, так или иначе, это и доклады, это и какие-то разработки, и в начале 50-х годов происходит попытка создания так называемого иностранного легиона. Что это такое? Как они это планируют? Они планируют, что из стран Восточной Европы и из Советского Союза будет бежать достаточное количество народу, и если эти люди, которые убежали, готовы на территории Америки, к примеру, встать под знамена НАТО и защищать эти ценности с оружием в руках, то вот на это дело достигнуется ни много ни мало 100 миллионов долларов, большие деньги. Кроме того, вот тут немножко настает момент подробнее поговорить о маккартизме. Дело в том, что все те законодатели, которые начинали внешнюю борьбу с коммунизмом, это были все люди, замазанные маккартизмом. Это были составители этих самых черных списков Голливуда, это были люди, которые искали национал-предателей и либерастов в послевоенной Америке, то есть это была абсолютно современная история. Другое дело, что маккарти, он как-то так очень мелкими шагами отходил от борьбы с американскими коммунистами к внешней борьбе с коммунизмом. Чего им было бояться? Да было что бояться. Я смотрела в библиотеке Конгресса, я смотрела показания 1938 года, конгрессовские слушания по коммунизму, и там выступает председатель коммунистической партии Соединенных Штатов, по-моему, это не Газ Холл еще, знаменитый послевоенный лидер, и идет диалог, такой, что ему говорят, ну а чего ты хочешь? Он говорит, я хочу с оружием в руках установить социализм здесь. Ему говорят, слушай, а ты не хочешь поехать вон туда и поустанавливать социализм там? Ну там уже есть социализм, давай ты им поможешь. Он говорит, не-не-не, я тут хочу. Честно говоря, на месте американского эстеблишмента я бы тоже испугалась. Вполне себе могу понять. Кроме того, еще один важный фактор, вот мне всегда казалось, что, собственно, акции в поддержку некой условной правозащиты, они начались после смерти товарища Сталина. Оказывается, ничего такого. Все это началось много раньше. Дело в том, что во время войны представители еврейского антифашистского комитета приезжали в Соединенные Штаты заниматься фандрайзингом, собрали очень большие деньги и как бы этих интеллектуалов их воспринимали как полноценных и полноправных представителей эстеблишмента. Потом они вдруг исчезли. И некоторые американцы начинают всерьез спрашивать, а где, собственно, Ицекфефер, где там, я не знаю, Маркиш, где там еще. И им начинают врать просто в наглую. То есть, да, говорит один из советских писателей, я вчера видел Маркиша, который уже полгода как казнен. И, в общем, не сильно обманывают этой ложью американцев. Кроме того, в начале 1953 года начинается так называемое дело врачей, которое знаменует с собой начинающуюся антисемитскую кампанию. И тут происходит что-то совершенно невероятное. Идет огромное количество пикетов. Пикетируют советское представительство в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Пикетируют редакции просоветских американских газет. И, кроме того, начинаются митинги. И, например, мне известно, что был бруклинский митинг 1953 года. 5 тысяч человек. Для Америки 1953 года это, прямо скажем, дофига. В Манхэттене там 3,5 тысячи. И, кроме того, эти митинги знаменательны тем, что на них впервые звучит призыв подтолкнуть Советский Союз к тому, чтобы он разрешил еврейскую эмиграцию. Но, правда, тут президент Изенхауэр, он сам сразу говорит, что не-не-не, мы этого делать не будем, потому что мы не хотим будировать арабов. Но, во всяком случае, это начинается и происходит. Что творится дальше? Собственно, сейчас несколько слов об истоках. Один из истоков будущей поддержки антикоммунистической деятельности в Советском Союзе это план Маршала 1947 года. Смысл его таков, что при оказании помощи США мы очень учитываем, сколько у вас коммунистов и насколько они активны. Насколько мне известно, даже Советский Союз приглашали к обсуждению этого плана Маршала, но Советский Союз очень обиделся и отказался. То есть, речь идет о том, что если вы хотите получать американские деньги, то вы не способствуете распространению коммунизма на своих территориях. И, скажем, многие правительства стран Западной Европы, они как-то так своих коммунистов стали немножко отодвигать от активного участия в государственных делах. Ну и кроме того, еще один исток это доклад Национального Совета Безопасности, который говорит о целях и программах национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Этот доклад появился в 1950 году. Вот тут звучат несколько важных вещей. Первое, что война это вовсе не то, о чем мы мечтали. Война не даст результата во-первых, а во-вторых, война в общем в какой-то степени поставит нас на одну доску с теми, против кого мы воюем. И идею рабства, это просто цитата из этого доклада, можно преодолеть только демонстрируя все преимущества не рабства, все преимущества свободы. Конгрессы Соединенных Штатов, ну вы знаете, как парламентские сессии, конгрессы происходят. В общем, первый конгресс, который начинает этим делом серьезно заниматься, 81-й конгресс в 1949 году, и там начинает свою работу избранный комитет по расследованию событий в Катыни. Почему это так важно? Потому что, когда был Нюрнбергский процесс, в общем-то, удобно было признать, что это немцы. Но понятно, что большая польская диаспора в Соединенных Штатах, и эти люди, в частности, конгрессмен Джоэр Аймэдден, они начинают как-то взрывать вот всю эту сложившуюся удобную такую систему с тем, чтобы объяснить, что на самом деле это было не так. 82-й конгресс 1951 года публикует доклад напряжения в СССР, и главная цель состоит в том, чтобы идентифицировать и отобразить области, в которых существует неконсенсус между советской властью и советскими гражданами. И, кроме того, те, скажем так, группы населения, которые не согласны, они, естественно, рассматриваются как потенциальные союзники Соединенных Штатов в борьбе за идеалы демократии. Ну и, наконец, 83-й конгресс, это серьезная уже такая массированная атака, на нем рассматривается ряд докладов, их несколько докладов, которые так или иначе обозначают тот факт, что в Советском Союзе не все спокойно в Датском Королевстве. И теперь настает момент рассказать про еще одного пионера. Он весьма неоднозначный товарищ. Его зовут Чарльз Керстен, Чарльз Джей Керстен. Он был конгрессменом-республиканцем и ближним, ближайшим, вполне себе влюбленным в него соратником Джо Маккарти. Вот. И в 51-м году он инициирует так называемую поправку Керстена, которая, собственно, и предусматривает ассигнование 100 миллионов долларов на поддержание активности за железным занавесом. Дальше в 53-м году он основал и возглавил специальный комитет по расследованию насильственного присоединения Литвы, Латвии, Эстонии и других нерусских народов к Советскому Союзу. Этот комитет действует еще пару лет. Он впоследствии получает название комитета по коммунистической агрессии. И надо сказать, что те документы, которые он рассматривает, там огромное количество свидетельств. Я потом про это расскажу. И годом позже, после этого самого комитета по коммунистической агрессии, еще один комитет, который предпринимает расследование положения евреев под коммунистами. Вот два этих крупных расследования. Дальше происходит, ну, представлю вам членов комитета, причем я, честно говоря, исключительно из спортивного любопытства решил посмотреть, кто, собственно, был в этом комитете. А потом поняла, что все эти члены комитета были не случайны. Если вы посмотрите на штаты, которые представляют каждый из этих людей, это штаты с большими восточноевропейскими диаспорами. То есть, с одной стороны, можно говорить о том, что этих людей подталкивали их избиратели. С другой стороны, это далеко не так, и я представлю вам доказательства тому несколько позже. Теперь, значит, что касается деятельности результатов и результатов этой деятельности специальных комитетов. Собственно, проходили публичные слушания в Соединенных Штатах Америки, в Британии, в Германии. На этих слушаниях было заслушано, извините за тавтологию, показания более чем трехсот свидетелей и более чем полторы тысячи вещественных доказательств. Были приняты резолюции по результатам этих расследований и были, скажем так, изыскания, которые появились в результате этих расследований, они были использованы в немалом количестве документов, американских законодательных документов. Теперь надо еще отметить, кто помогал этим комитетам, там было достаточно большое количество организаций, в частности, созданный при поддержке Джорджа Кеннона комитет по свободной Европе, кроме того, Госдепартамент США, информационное агентство UCA, исследовательская служба по вопросам законодательства при библиотеке Конгресса, то есть им много народу помогало. Кстати говоря, когда меня совершенно поразило, вот сейчас немножко расскажу про расследование по странам Балтии, если вы посмотрите на правый слайд, то вы увидите, вот стоит спиной с поднятой рукой Керстен, а вот напротив него стоит кто-то или что-то в хиджабе, так это не хиджаб, это тетенька из Литвы, которая дает показания и очень боится, что ее родственники, которые на тот момент в Литве, что они пострадают, поэтому у нее просто прикрыто лицо, и там довольно много было свидетелей, которые проходили под категорией мистер Уитнес или миссис Уитнес. Собственно, Америка давно волновалась по поводу стран Балтии, если вы посмотрите на верхний кусок из Нью-Йорк Таймса, то это просто конкретная статья довоенная еще о том, как присоединили Прибалтику. Ну, а собственно, какие они выводы делают по результатам своих расследований насильственной инкорпорации стран Балтии, что да, существуют некие антисоветские настроения в этих странах Балтии, но они не таковы, что они могут привести к серьезным последствиям сопротивления. И, в общем-то, меры безопасности, которые сегодня предпринимает советская власть, они слишком сильны для того, чтобы это пассивное сопротивление было конвертировано в активное сопротивление. А вот если война мировая случится, тогда, возможно, эти люди как-то будут более активны. Значит, собственно, результатами расследования коммунистической агрессии против государств Восточной Европы и стран Балтии там было несколько пунктов, о которых следует сказать. Первое. Оценка коммунистической системы как системы, которая стремится к порабощению людей насильственными методами. Второе. Было решено, что все, так сказать, полученные сведения будут официально доведены послом США в ООН до сведения всех делегатов Организации Объединенных Наций. Кроме того, тогда впервые прозвучал, не, не впервые, прозвучал призыв к сокращению коммерческих договоров с Советским Союзом. И, не только с Советским Союзом, но и с другими режимами-сателлитами. И, кроме того, было де юре и де факто признано, что астимиляцию беженцев из-за железного занавеса нужно максимально облегчить. Ну и, кроме того, именно тогда была создана в рамках НАТО Международная Юридическая Комиссия. Те из вас, кто изучает английский язык, пожалуйста, не путайте. Law Commission это другая комиссия. Это именно Juridical Commission, которая, собственно, должна была быть как бы таким юридическим свидетелем того, что эти преступления были и того, что эти преступления нужно расследовать. Ну и было несколько резолюций Конгресса, которые, собственно, говорят о том, что при коммунистах живется не очень хорошо. Теперь скажу несколько слов о советском еврействе. Собственно, советское еврейство было ничуть не в лучшем положении, нежели все остальные народы, но отдельно отмечалось, что советская власть не способствует сохранению еврейского самосознания и не только не препятствует бытовому антисемитизму, но местами его и даже поддерживают. Вот если вы посмотрите на нижний портрет, то это Джейкоб Джавец, на тот момент конгрессмен, впоследствии сенатор, который вообще очень много сделал для советских евреев. В 1962 году он съездил в Советский Союз и много чего потом рассказал, но в общем он с самого начала был обеспокоен положением советских евреев при коммунистах. Собственно, я упомянула несколько групп советского населения, которые максимально привлекли внимание американских законодателей. Кто это и почему это? Ну, западные украинцы, о которых можно сказать, что там действовали в Западной Украине вооруженные группы сопротивления, они серьезно сопротивлялись, и известно, что в период борьбы было убито до 600 тысяч человек. Тут, правда, цифры эти довольно спорны, я бы сказала, потому что существуют доступные сегодня в России книги, такие как книга Людмилы Алексеевой «Этап инакомысля» или книга Елены Зубковой «Кремль и Прибалтика». А я решила задать те же вопросы, сколько народу погибло, сколько народу было репрессировано, современным украинским историкам. Так вот, современные украинские историки, что интересно, они ссылаются на доклады в ЦК. Это была, собственно, это была стенограмма июльского пленума ЦК КПСС от 1953 года. Но теперь представьте себе людей, которые готовили эти документы, например, сотрудников репрессивных органов. Иногда им было просто выгодно преувеличить количество тех, кого они арестовали, убили, разоружили, whatever. Но надо сказать, что руководство украинских националистов, ОУН-УПА, они не рассчитывали на то, что они сами победят социализм и коммунизм, но они очень рассчитывали на то, что начнется Третья мировая война, и они в этой ситуации немножко помогут тем, кто ее начнет. Значит, вторая группа это народы Балтии. Там все тоже довольно печально. Активное сопротивление к середине 50-х годов было подавлено, и из трех балтийских народов самые активные были литовцы. Один из активистов этого движения, мне выпало с ним познакомиться, его зовут, он ныне здравствующий человек, его зовут Балис Гаяускас. Это был лесной брат, который, выражаясь современным языком, был айтишник, то есть он печатал прокламации. Но когда его вязать пришли двоих милиционеров он грохнул. Получил он за это 25 лет, и это человек, который в общей сложности отсидел 37 лет. Он сидел в пермском лагере Перм-36, и очень мне понравилось интервью, которое он мне давал. Он сидел вот так вот и говорит, вот они приходят и уходят, а я сижу себе и сижу. И вот когда он это свое отсидел себе и отсидел, он вышел на свободу и задумался, чем бы ему таким заняться. Думал он недолго, он занялся переводом на литовский язык архипелага ГУЛАГ и сразу схлопотал еще 12 лет. После того, как перестройка началась и Советский Союз развалился, он был председателем комиссии литовского Сейма по расследованию преступлений КГБ, но в общем таких там ребят было много. Латвийское сопротивление было менее интенсивно, хотя тоже имело место, ну и кроме того эстонское сопротивление, для которого была более характерная эмиграция. Очень много народу убежало в Швецию и как бы за этим вскоре начали следить. Но известно, что Прибалтийское сопротивление также вполне жестоко подавлялось и чуть ли не 1963 год называют датой, когда поймали последнюю банду так называемых лесных братьев. Теперь, что касается советского еврейства, для этих ребят было более свойственно мирное сопротивление, собственно, чего они хотели. Они хотели либо быть евреями на собственной территории, либо уехать. В английском языке очень красивая формулировка «Let us live or leave» «Дайте нам жить или уехать». Ну, надо сказать, что советская власть совершенно не разделяла оба этих желания. И, собственно, когда в 1948 году образовалось государство Израиль, были казуистические случаи, что целые парт-ячейки в маленьких городах, где было много больших еврейских диаспор, они подавали в полном составе прошения в местные райкомы партии с просьбой командировать их в молодое государство Израиль с тем, чтобы его поддержать. Что, естественно, вызывало вполне негативную реакцию советской власти. Вот. Ну, надо сказать, что, что касается всех этих трех групп населения, почему, собственно, они так интенсивно продолжали интересовать американцев, тому было несколько причин. Во-первых, каждая из этих групп была определима именно как группа. Это были не отдельные персонажи, а это были люди, имеющие некие характеристики социума. Второй пункт, что они продолжали свою антисоветскую деятельность, несмотря на то, что их хорошенько прессовали. И, наконец, третье, что все эти группы имели заинтересованных лиц в американских диаспорах. То есть, если говорить, например, о еврейских диаспорах, практически в каждом штате весьма активны. Прибалтийские диаспоры тоже в большом количестве штатов, равно как и украинские. Далее встает серьезный вопрос, до какой степени американцы, и в частности американские законодатели, рассматривали всех этих ребят как возможных союзников в борьбе против советской власти. Нет, не рассматривали. Уверяю, абсолютно четко. Почему? В 55, 57 и 66 годах выходят три доклада ЦРУ, каждый из которых оценивает потенциал антисоветского сопротивления в странах китайско-советского блока. И говорит он следующее, просто вот вы видите цитату, что разрыв между недовольством и настоящим сопротивлением, он достаточно велик, и в целом критическое отношение к системе не предусматривает активного сопротивления. Первый же доклад, вот справа вы видите просто скрин страницы, он, во-первых, определяет терминологию, значит, что касается терминологии, что такое инкомыслие, что такое сопротивление, что такое организованное сопротивление, неорганизованное, активное, пассивное сопротивление, я думаю, что это можно не объяснять, примерно себе представляете, о чем речь. И кроме того, выделены некие потенциальные группы населения. Это национальные меньшинства, это крестьяне, интеллигенция, студенты, молодежь, рабочие и, наконец, вооруженные силы. Практически, кроме первой группы, потенциал всех остальных расценивается крайне низко. Но что любопытно, есть такая книга, которую я весьма рекомендую прочитать тем, кого интересует этот период. Это книга Владимира Козлова, которая называется «Массовые беспорядки при Хрущеве и Брежневе». Она описывает то, о чем не знали, в общем, не могли знать наши зарубежные оппоненты на тот момент. Но, скажем, откуда могли узнать американцы, скажем, про восстание в Тимиртау в 59-м году или даже про то же Кенгирское восстание? Ведь интернета, понятно, тогда не было и возможность передачи каких-то сведений вовне зоны беспорядков, она была минимальна. Но, тем не менее, когда я прочитала книгу Козлова и когда я прочитала этот доклад, у меня сложилось четкое совершенно впечатление, что эти ребята имели представление о том, какие группы и как, собственно, выражают свое несогласие с советской властью. Что такое, как выглядит структура доклада? Их, я повторюсь, я читала их три. На самом деле их было пять. Они говорят об основных причинах инакомысля, о его распространении, о его интенсивности, о роли иммигрантов, о потенциале в условиях холодной войны и о потенциале в условиях горячей войны. В версии 58-го года добавлены отмеченные случаи, они уже происходят, кроме того, как система на это дело реагирует и добавлен, так сказать, потенциал сопротивления в условиях ядерной войны возможной. Кстати, хочу сказать, что потенциал даже национальных меньшинств в случае ядерной войны расценивается как крайне низкий. И в нескольких документах ЦРУ я читала, что, в общем, они не рассматривают ядерную войну как реальный метод борьбы с советской властью. «Советская империя. Тюрьма рас и народов». Этот доклад был сделан по заказу юридического комитета Сената США 16 августа 58-го года. Это достаточно любопытный доклад, который характеризует национальную политику Советского Союза, которая, собственно, является угнетением входящих в эту империю наций. Причем экономическое угнетение происходит потому, что основные деньги остаются в центре, а регионы получают только, так сказать, остаточный принцип. Национальные кадры таким образом обречены на малоквалифицированную работу. Религиозное угнетение происходит в рамках антирелигиозных кампаний. Культурная политика в основном направлена на ассимиляцию нерусских народов. Ну и, наконец, важный пункт, что сами русские в этой ситуации рассматриваются как первые жертвы советской власти, которым выпала печальная судьба быть инструментами всего этого подавления. Значит, кроме того, в 59-м году узаконивается принятая много раньше неделя порабощенных народов, которая в июле отмечает неделю тех народов, которые до сих пор находятся под гнетом и будет это делать вплоть до момента, когда они все будут освобождены. Значит, теперь немножечко хочу сказать о выводах. Выводы, на самом деле, довольно печальны. Два основных, так скажем, пункта деятельности Конгресса на период 50-60-х годов, это исследования и расследования. Ничего больше. А, собственно, от этих резолюций, сами понимаете, никому ни горячо, ни холодно. Вот. И таким образом можно говорить о том, что причиной активности, да, американцы очень боятся своих коммунистов, да, они хотят хоть мытьем, хоть катанием ослабить Советский Союз. Но, кроме того, судя по некоторым выступлениям конгрессменов, четко совершенно видно какое-то шоковое сочувствие. Они не понимают, как эти советские граждане могут жить под таким прессингом. Если говорить о результатах деятельности на данном этапе, то результаты эти тоже весьма печальны. Ну, во-первых, они привлекают внимание к проблемам коммунизма. Во-вторых, они собирают, очень тщательно собирают информацию. Известно, например, ну, например, по положению советских евреев, что еще в 46-м году, я уж не понимаю, как товарищ Сталин это допустил, направилась в Советский Союз делегация раввинов, которая сделала крайне неутешительные выводы. И их никто не пристрелил на границы, они эти все выводы привезли обратно в Америку. Кроме того, был введен в обращение тезис, что никакой народ не мог коммунизм принять добровольно. Кроме того, идут некие такие, я бы сказала, демонстративные телодвижения. То есть мы базируемся на постулатах Декларации прав человека, говорят американцы. И мы имеем в виду, что Конгресс в отношении к так называемым порабощенным народам будет руководствоваться, собственно, принципами демократии. Серьезных законодательных результатов нет. Единственное, о чем можно говорить, это вот ассигнование 100 миллионов долларов на иностранный легион, но это скорее работа на внутреннюю Америку, чем на поддержание антикоммунистического сопротивления. Кроме того, вот я говорила о том, что конгрессмены, практически все из них были в какой-то степени ведомы своими избирателями, но они так увлеклись борьбой за права человека в Советском Союзе, что практически все члены так называемого комитета Керстена, никто из них практически не был переизбран в следующем конгрессе, они все потеряли свои места. Кроме того, возник определенный конфликт с администрацией. Современные американские историки пишут, что для любых потенциальных, так сказать, сопротивленцев на тот момент конгресс был гораздо более достойным партнером. Дело в том, что когда, например, вот в период с января по июнь 1953 года только по положению советских евреев было подано 18 резолюций в конгресс. Прошла одна. Вот упомянутый мной Джейк Джевиц, он продавил эту резолюцию, и то в очень сильно смягченном виде. Ну и еще один фактор, который нужно упомянуть, это так называемый, знаете, говорят, что очень хороший способ похудеть, это массаж. Но знатоки добавляют, что при этом лучше всего он работает на массажиста. Вот. То есть эти ребята, когда они заявляли, что да, мы поддерживаем борьбу за права человека в Советском Союзе, они как бы делали то, что они считали сделать обязательным для себя, ничем при этом не рискуя. Вот. Ну а что касается проблемы заставить какое-то другое государство соблюдать права собственных граждан, вы сами понимаете, что это по-прежнему на сегодняшний день актуально. Я думаю, что мне обязательно нужно сказать про источники информации, с которыми мне чрезвычайно повезло. Я была в течение трех месяцев стипендиатом Института Кеннона, стипендии Галины Старовойтовой. Это электронная и книжная база. Совершенно феерическая база – это библиотека Конгресса. Я была приглашенным исследователем в юридической библиотеке. Вообще сама библиотека Конгресса содержит 160 миллионов единиц экземпляров. То, чего нету там в бумажном виде, всегда можно найти в электронном виде. Кроме того, национальные архивы Соединенных Штатов Америки, если кто-то из вас когда-то в них окажется, имейте в виду, что это довольно непростая история. Вы должны сначала по интернету определить примерный период, который вам нужен. Потом вы приедете туда. Где-то минут сорок с помощью библиотекаря вы будете искать те папки, которые имеют отношение к этому периоду, и еще час их ждать. То есть, если вы едете работать в национальные архивы, в которых огромное количество бумажных документов, то, скорее всего, это будет связано именно с длительным ожиданием. Кроме того, совершенно потрясшая меня библиотека Рейгана в Калифорнии, в Симми-Вэлле. Там была очень забавная история. Вот здесь присутствует одна замечательная дама, и член ее семьи позвонил мне в Америку и говорит, слушай, а ты ведь едешь в библиотеку Рейгана? Дело в том, что когда Рейган был выбран президентом США, то заключенные Барашевской женской зоны послали ему поздравления по случаю этой инаугурации. И это поздравление я точно знаю, что лежало у него под стеклом. А попробуй-ка мне найти этот документ. И вот представьте себе большого черного человека по имени Рэй Уилсон, который встречает меня и выслушивает от меня пожелание найти документ, посланный в начале 80-го года из Барашевской женской зоны в Америку. Он мне говорит, ты шутишь? Я говорю, нет. Он говорит, а как он туда попал? Тут настает момент моего триумфа, потому что я этому американскому американцу описываю вполне себе малоаппетитный путь демократии. То есть как это происходило? Человек, которому предстоит свидание, скатывает, пишет все, что ему надо на очень тоненькой папиросной в основном бумаге, скатывает в тоненькую трубочку, закатывает в целлофан, глотает. На свидание естественным путем это все выходит, после чего целлофан меняется, и тот, кому предстоит уйти на волю, заглатывает это все точно так же. И словосочетание запах русской демократии – это не фигура речи, поверьте. Так вот, когда я все это ему рассказываю, он опять же смотрит на меня изумленным взором и говорит, откуда ты это знаешь? Я говорю, я это знаю от человека, который это делал. После чего мы с ним четыре с половиной часа перерываем запасники библиотеки Рейгана, но пока не находим. Он взял с меня честное пионерское слово, что я зимой приеду, и мы с ним еще немножко поищем этот документ. Надеюсь, что все-таки найдем. Кроме того, существует огромное количество онлайн-сведений, которые действительно, как это сказать, добываемы в Соединенных Штатах Америки, ну и огромное количество людей, с которыми я встречалась. И это был, например, человек, который стоял у истоков радио «Свобода, свободная Европа». Он американский американец, его зовут Джеймс Кричлоу. По-русски он говорит, как мы с вами. Ему в августе этого года будет 91 год. И когда я ему, например, пишу письмо, не знает ли он такого Чарльза Керстона, конгрессмена Керстона, он мне по-английски отвечает, да, конечно, я его знаю. И он был большой, дальше русское слово, английскими буквами «тугадум». Вот. Чуть, буквально кусочек расскажу о том, как развивалась в дальнейшем, собственно, ситуация. Вот один из вопросов, который меня безумно интересовал, я не могла понять, почему это происходило. Вот в 54-м, в 55-м годах, например, обнародован доклад о положении советских евреев при коммунистах. А дальше тишина. А потом в 63-м году все еврейские организации Америки как с цепи сорвались. И давай помогать советским евреям. Почему, спрашиваю я. С помощью большого количества исследованных документов и интервью я получаю три ответа на этот вопрос. Значит, почему, первое, в конце 50-х годов стартует хрущевская антирелигиозная кампания, в рамках которой так складывается, что раввинам достается больше всего. Может быть, потому что боятся жертвовать деньги. Но, во всяком случае, просто существуют доклады в той же международной юридической комиссии, которая говорит о том, что тюремные сроки, которые получали служители культа иудеи, они были больше, чем получали православные священники. И много там таких пунктов. Так что в рамках антирелигиозной кампании евреям не повезло. Второй раз не повезло евреям в рамках антикоррупционной кампании, хрущевской кампании. В 61-м году начинается кампания. Если кто-то знает такие дела, как Рокотова, дело валютчиков. Есть такая книга Феликса Канделя «Земля под ногами и история евреев». Я в этой книге читаю, что из всех осужденных по экономическим процессам начала 60-х годов, мол, большинство пострадавших евреи. Я позвонила Канделю и задала ему вопрос, почему он так думает. Он меня отправил к книге, которую можно, насколько я понимаю, она есть в библиотеке Сахаровского центра. И она есть точно в библиотеке мемориала. Эта книга, не знаю точное имя автора, знаю только инициалы О. Эвельсон «Экономические процессы начала 60-х годов». Приводит там довольно впечатляющие цифры. И более того, упомянутая мною юридическая комиссия, Международная юридическая комиссия признает, что эти процессы все имели антисемитский подтекст. Хотя я вам скажу так, у меня сложилось впечатление, что Никита Сергеевич не подкладывал под это свою нелюбовь к евреям. А на местах уже товарищи сориентировались, что с евреями мы тоже поборемся. И, наконец, третий фактор, который был, может быть, самый яркий. В 1963 году Украинская Академия Наук выпускает книгу Трофима Кичко под названием «Иудаизм беспрекрас». В общем, товарищ Геббельс отдыхает. Я не читаю на украинском языке, я видела эту книгу в библиотеке Конгресса. Картиночки там посильнее Фауста Гёте. И американский Конгресс так испугался, что еврейские организации начали соответствовать предлагаемой действительности. Огромное количество конгрессменов в дальнейшем приезжали в Советский Союз. Известно не только 60-е годы визиты, огромное количество было высланных. Известно, что в 1988 году как минимум два конгрессмена, один из которых действующий конгрессмен Крис Смит, приезжали в Пермскую зону, в Перм-36. И там была какая-то очень мутная история, что им, по-моему, Михаил Казачков попытался сунуть записочку. В общем, конгрессмен, который ее попытался принять, получил по шее. Вот. Я честно вам скажу, что я только головой в дверь офиса нынешнего председателя Хельсинской комиссии американской Криса Смита не стучалась. К сожалению, пока он мне интервью не дает. Но, правда, вот Людмила Михайловна Алексеева мне недавно пообещала, что она готова сама написать ему письмо о том, чтобы он мне дал, наконец, интервью. Второй из них был Фрэнк Волф, который уже не действующий конгрессмен. Ну, вот это то, что я вам хотела рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, милости прошу, пожалуйста. Ну, вы в своей свойственной манере довольно бойко рассказали то, что вы видите. А в то же время холодная война, которую Черчилль объявил в фултонской речи и подобной, вы чего-то совсем-совсем не сказали. И эта вся суть ситуации отношений России и Запада у вас выпала. И все ваши рассуждения, то, что вы сегодня дали, приобретает совсем другой характер, если подойти к этому на строгой научной основе. Спасибо. Вы знаете, что я совершенно не говорю. И более того, в самом начале я сказала о том, что, безусловно, имело место противостояние двух систем. Безусловно, оно имело место. И, безусловно, и в конце об этом я тоже говорила, безусловно, была цель ослабить социалистический блок, что называется, любыми способами. Но дело в том, что в рамках тех документов, которые я видела, у меня сложилось такое впечатление, что этих стремлений было, скажем так, 50 на 50. Да, была борьба недавних союзников, безусловно, в том числе борьба за влияние. Но и абсолютно человеческое устремление помочь тем, кто страдал, оно тоже было, при том, что именно это человеческое явление на этапе 50-х годов, оно не сработало. Вы знаете, я тоже могу сделать такое лицо, давайте аргументы. Аргументы простые. Народная надпись. Есть слезы крокодила, и есть слезы действительно истинные. У вас какие слезы? И те, которые плакали по поводу черта в России, вот эти идеи, там, и так далее, национальные. Они как плакали, какие не слезы? Они не могут заключить вот эту ситуацию, холодная война за сердца и умы людей того времени, объявленные, это все хорошо. Я думаю, что в известной степени они плакали теми слезами, что люди, которых должны были в рамках соглашений депортировать на территорию Советского Союза, советские граждане готовы были покончить с собой, только бы не ехать туда. Я думаю, что они это знали. Я предполагаю, что родственники тех, кто терялся, тех американских граждан, которые терялись и проходили через ГУЛАГ, тоже плакали достаточно искренними слезами. И кроме того, я предполагаю, что, например, когда Александра Львовна Толстая выступала в годовщину восстания в Кенгире, она тоже плакала совершенно искренними слезами. То есть одно совершенно не мешает другому, с моей точки зрения. Как раз достаточно много я говорила про конгрессменов. Они плакали теми слезами, что во многом им казалось это недопустимым. Как я уже говорила, именно 50-е годы не принесли действенных результатов. Когда появилась поправка Джексона Венника, предшественником которой был акт о торговой взаимопомощи, это было уже действие. А на тот момент это было исследование и изучение свидетельств. Так что они плакали вполне искренними слезами. Если бы они не участвовали в этой войне, они просто не облетели, не говорили с ними, а в принципе их туда просто не пустят. Ну, именно этому вполне прямым доказательством тот факт, что практически все, кто занимались этой темой в 56-м году проиграли выборы, да? Сам принцип выбора туда, в этот самый конгресс, в Сенат, это не дело совместных, чтобы... Сам принцип, мы не хотим горячей войны, мы можем доказать... Я цитирую. Ну, кроме эмоций что-нибудь будет? Да. Спасибо. Можно один уточняющий маленький вопрос? Вы сказали, что в 30-е годы Советский Союз активно привлекал, свозил с США их граждан. Для чего? Ну, громко. Не хватало специалистов, и приглашали так называемых спецов, которые помогали... Ведь огромное количество предприятий в Советском Союзе было построено в том числе с помощью американских специалистов. То есть просто был дефицит квалифицированных кадров. И организация, о которой идет речь, называлась Амторг, о ней можно найти информацию в сети, и они просто в один прекрасный момент в Нью-Йорке развешивали объявление о том, что мы приглашаем специалистов. Причем Тим Цулиадис, автор вот этой книги «Покинутые», он пишет, что люди, которые приходили на это собеседование, они частенько слышали, что, мол, да, у нас нет места конкретно для вас, но мы вам рекомендуем все-таки получить загранпаспорт, поехать, и вы получите там работу. То есть эти люди нужны были как конкретные специалисты. Я почему задал этот вопрос? Знаю, что в то время у нас был сильный голод, людей буквально даже из-за этого... Это была одна из причин, почему людей репрессировали. Дело в том, что были специалисты, которые ехали в не самые крупные города, но в основном они попадали в достаточно крупные города. Причем, как говорят потомки очевидцев, до какого-то момента они были, что называется, на спецснабжении. То есть у них были достаточно приличные зарплаты. И более того, ведь одна из причин, не берусь утверждать, что это чистая правда, но приводит такой фактор, что одна из причин, почему их вынуждали принять советское гражданство, было желание перестать им платить в долларах. Как вы сейчас оцениваете потенциал коммунистов в Штатах и боятся ли их до сих пор? Вы знаете, дело в том, что на сегодняшний день понятия правые и левые весьма перепутаны в Соединенных Штатах. Единственное, что я могу вам сказать по поводу взаимоотношений, так называемых правых и левых, я пережила выборы Трампа. И я вам скажу, что страсти по Крым нашу практически таковы же, как страсти по Трампу. Накал страстей, разводов, ссор и прекращения всяческих личных взаимоотношений примерно одинаков. Но дело в том, что если попытаться как-то протянуть туда те демократы, которые были во времена Скарль Тухара, это совершенно не те демократы, которых мы имеем сейчас, и наоборот. То есть современные республиканцы, за них голосуют в основном люди благополучные. И, скажем, если взять, ну, наверное, у каждого из нас на сегодняшний день есть знакомые в Соединенных Штатах, я по своим знакомым четко совершенно сужу, что люди состоявшиеся, люди богатые голосуют за республиканцев, и в частности за Трампа, вне зависимости от отношения к нему, а люди, которые тяготеют к Велферу, они все демократы. Как вы считаете, вот эти все события, которые вот с Крым нашим, Донбассом, да, войдут в историю России как самая позорная страница или одна из позорных? Ну, вы знаете, мы же с вами еще живы, никто же не знает, что будет дальше. Хотя, ну, понимаете, я же могу в данной ситуации говорить только за себя, и если вы хотите мое мнение, то, безусловно, это позор. Я не знаю, самый или не самый, но позор. Но это мое личное мнение. Имхо, как говорят в интернете. Нателл, вот глядя на вопрос, который на экране висит, ну, я понимаю, что деятели 50-х годов, деятели конца 80-х – это разные люди, разные истории, но, тем не менее, вам не кажется, что вот события после 91-го года показали, что все-таки это была холодная война, а не искреннее беспокойство? Вы знаете, что, у меня такое ощущение, что вы в известной степени немножечко смешиваете понятие «холодная война» как противостояние двух систем. Ну, то есть, как бы, было ли стремление ослабить Советский Союз? Да, было. Очевидно, конечно. Абсолютно. Причем оно было и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е. Вопрос другой – было ли искреннее беспокойство? Хотели ли они использовать в этой борьбе несогласных? Безусловно, хотели. Но при всем при этом были ли… Ну, понимаете, как, не говоря о конгрессменах, замечательная певица, прекрасная, блистательная певица Джоан Байс, которая собирается ехать в Советский Союз с концертами, в последнюю секунду ей концерты отменяют. И она за свой счет прилетает в Советский Союз, приходит в дом к академику Сахаровой и поет лично ему. И еще потом оставляет ему какие-то деньги, которые он, надо отдать ему должное, раздает политзаключенным. Что это? Холодная война? Холодная война. Нет, это частный эпизод частного человека. Это вообще не имеет отношения к истории. Хорошо. Существует… Речь о именно вот некой политике. Политика с желанием ослабить Советский Союз, конечно, была. Это очевидно. А было ли беспокойство? Моя версия, что вот к началу 90-го года, ну вот события показали, что на самом деле мы никого не интересовали, нас просто использовали как разменную монету и кинули. Вы знаете что? Вот интересный такой момент. Я сейчас жду ответа от американских и английских компаний связи. Я, например, пытаюсь выяснить один простой вопрос. Сколько стоила минута разговора с Советским Союзом, когда эти ребята звонили отказникам, диссидентам, родственникам политзаключенных? Цифры, которые у меня, например, по Британии есть, вполне себе серьезные цифры. И эти цифры нельзя было… Я вам могу сказать, эти цифры в 91-м году из Франции стоило порядка доллар плюс-минус 50 лет. Из Англии в 72-м году это стоило 2 фунта в минуту, при том, что молодая семья могла на 10 фунтов прожить неделю. Вот, так эти расходы не окупались конгрессовскими. То есть, как бы это нельзя было списать на общественную деятельность. То есть, люди платили деньги за собственный счет. Люди, которые, я не знаю, условно вставали, чтобы почтить память там человека погибшего или почтить страдания человека сидящего. Понимаете, когда Владимир Вольфович Жириновский в Государственной Думе отказывается почтить память тех или иных, у меня возникает впечатление, что он, как и американские конгрессмены, ведом делегированными ему полномочиями. В какой-то степени эти ребята понимали, что Советский Союз враг. А в какой-то степени они не понимали, как человек может существовать в системе, когда он не может высказать свое «за» или «против». Кстати, очень интересные люди, которые поддерживали их. Я с изумлением узнала, что, например, убитый Мартин Лютер Кинг, до того, как, собственно, его жизнь получила трагический финал, принимал немалое участие в акциях в поддержку определенных групп советских граждан. Ходили там. Или, например, если говорить о тех же советских евреях, это любопытная деталь, с 1968-1969, наверное, по 1989 год, каждый день в течение 15 минут у дверей советского посольства в Вашингтоне стояли пикеты «Let my people go». Но, как известно, у евреев существуют праздники или такие дни, в которые они не могут осуществлять такого род деятельность. Знаете, кто этим занимался в эти дни? Евангельские христиане-баптисты. То есть, как бы было, помимо истеблишментовского движения ослабить Советский Союз хоть мытьем, хоть катанием, были и абсолютно человеческие инициативы. Более того, поехать в Пермскую зону и получить там по голове, ну, не думаю, чтобы страховка ему это оплатила Крису Смиту. Нет, люди, конечно, были. Вопрос не в этом, и речь не об этом, а речь о некой государственной политике. Что это было? Это была попытка поддержать советских людей? С моей точки зрения, государственная политика была скорее ослабить Советский Союз и тому подтверждением очень серьезное противостояние, в частности, поправкам Джексона Ваника и менее известной, но гораздо более чувствительной для СССР поправки Стивенсона. Там противодействие шло, как могли, пытались этому делу противиться. Вот. И, конечно, никто не отменяет такой фактор, как реальполитик, безусловно. Ну да. Спасибо. Хотелось вернуться к современности. А сейчас есть какие-либо предпосылки к принятию тех же мер, про которые вы сейчас говорили? Смотрите. Очень многие сравнивают современные санкции с той же самой поправкой Джексона Ваника, хотя мы можем увидеть, что санкции направлены на конкретных людей и, так сказать, вроде бы как не ставят своей задачей ущемить государство в его экономических постулатах. Если говорить о поправке Стивенсона, кто-нибудь знает, что это такое? Поправка Стивенсона – это очень интересная поправка. Она была принята примерно в тот же период, что и поправка Джексона Ваника, и она ограничивала кредиты, которые американский банк выдавал Советскому Союзу на разведку недр в зависимости от свободы эмиграции. Насколько мне известно, госплан весь хватался за голову в полном составе. Не знаю, как насчет этого, но, понимаете, как? Дело в том, что на сегодняшний день, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, создается впечатление, что нарушение прав человека в современной России в известной степени персонифицировано. И, как бы это сказать, ситуация сдвинется с места в тот момент, когда некие лично ответственные за эти персонифицированные нарушения прав будут поставлены в своих действиях в зависимости от того, как они это делают. Вот я ответила на ваш вопрос? Хотелось бы просто уточнить. Вот можно провести аналогию. Вы говорили про радио «Свобода», радио «Свободная Европа». и сейчас существует радио «Свобода», которая открыто финансируется из Америки. Ну, если оно есть, значит, наверное, есть какая-то причина, по которой его создали. Вы знаете, что? Дело в том, что когда оно начиналось финансироваться в 1953 году, оно финансировалось вполне тайно, радио «Свобода». И, если я не ошибаюсь, в 1972, может быть, в 1973 году был чудовищный скандал, когда вскрыли, что все это финансировалось через ЦРУ американским государством, и тогда было принято решение, что, мол, да, это скандал, это нехорошо, но мы будем продолжать финансировать для того, чтобы, так сказать, не страдали наши слушатели, а, скорее всего, совершенно пропагандистскими целями. На сегодняшний день я бы не попыталась даже сравнивать возможность распространения сегодняшнего интернет-сайта, там, «Радио «Свобода» и тогдашних вражеских голосов. У меня нет объективных сведений, потому что, если посмотреть на доступную в интернете книгу того же Джина Сосина, «Искры «Свобода»,», я смотрю, в 1977 год цифры слушателей, которые он называет, этого не может быть, там миллионы. Я не верю в то, что в 1977 году «Радио «Свобода» слушали миллионы. На сегодняшний день, с моей точки зрения, интернет-сайт «Радио «Свобода» доступен каждому россиянину, который хочет его видеть. Тут немножко другая проблематика. Но, коль скоро, я могу вас утешить, что сокращение финансирования и «Голоса Америки», и «Радио «Свобода», они чудовищны, если сопоставить цифры с 70-ми годами, даже при том, что деньги разные. Сокращения достаточно мощные, но как бы пока вещают, пока живы. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. То есть, собственно, извините, пожалуйста, я чуть вернусь. Дело в том, что, насколько мне известно, в середине 90-х годов Конгресс начал обсуждать тот факт, что в России демократия и что мы больше, мол, не нужны. Вся эта, как это, весь этот тезис, он достаточно долго ходил по кругам и дошел до, собственно, тех, кто принимает финансовые решения, примерно к 2004-му, если я не ошибаюсь, году. Вот, в результате чего мы видим, что на сегодняшний день ни одна из этих радиостанций не имеет того, что называется эфира. Ведь у «Радио Свобода» была частота, которую с точки зрения кого-то они бездарно, как бы сказать, просвистели, а с точки зрения кого-то, ну, то есть, можно ли было что-то сделать на тот момент, когда они теряли эту частоту? Да, можно было сделать. Аналогичная ситуация с «Голосом Америки». Пожалуйста. Спасибо, друзья еще. Мне сразу сделать такое лицо? Улыбнись. Вам это симпатично. Вопрос на засыпку. Вы сказали там о своих друзьях в Америке, и, соответственно, интересно узнать, как они свободны в выражении своего мнения по поводу своей жизни в Америке. У меня есть опыт в этом плане? Вы знаете, что? Я абсолютно доверяю вашему опыту, но есть такой старый анекдот, когда американец говорит, вот вы знаете, у нас каждый человек может выйти к Белому дому и сказать, что президент США козел. У нас, говорит, на Красную площадь тоже каждый может выйти и сказать, что президент США козел, отвечает ему советский гражданин. Дело в том, что последние события, связанные с Трампом, они в известной степени порушили мои впечатления на эту тему. Что касается, например, карикатур, интервью и высказываний предвыборной кампании, я была потрясена их разнузностью. У меня было полное впечатление, что это беспредел. Что касается впечатления, что да, я живя в Америке не смог добиться справедливости и вернуться в Россию, видела я таких людей? Да, безусловно, видела. С моей точки зрения существуют протоколы, существуют некие правила, которые местами гораздо более жесткие, чем правила в России. Но, скажем так, считаю ли я, что американская система лучше, чем современная российская система? Да, я так считаю. Личный, состоянный человек российский, который подъявил по поводу его отношений, возможностей и состояния свободно высказать свое мнение, не сильно на кухне и если у нас зажатый. Ну, то есть, вы хотите прийти на CBS и сказать, что ребята, ваше дерьмо, так? Они там зажаты, наши русские синий так в Америке. Вы знаете, и мне не показалось, что они зажаты. Другое дело, что когда вы, например, приезжаете в Америку, вы заполняете определенные анкеты, в которых вы... Вы знаете что? Давайте, можно я вас призову к правилам приличия? Неприлично задавать вопрос даме и делать вот так. Ну, идите к черту с вашим вопросом тогда. Я не считаю, что наши соотечественники, приезжающие в Америку или живущие там, менее свободны в проявлении себя, нежели, например, американцы. У меня знакомые... Давайте мы перейдем к другому. Давайте следующий вопрос, если у нас есть. Простите, пожалуйста, мы разговариваем... Тасячами, наверное, измеряется. Простите, пожалуйста. Простите, давайте мы будем приличие соблюдать. Мы разговариваем... Ну, тогда проще сказать, вы врете и покинуть аудиторию. Вы знаете? Но вы меня обвиняете во лжи. А зачем? Потому что вы из голоса это за Микармазом. А-а-а-а! Да, понятно. Друзья, есть ли у нас еще вопросы? Спасибо. Нет, Нателла, огромное спасибо за очень интересную лекцию. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ